МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-32-99. Всем привет! Наконец-то мы смогли выбраться из душных помещений и вдохнуть свежий весенний воздух в полной груди. А заодно рассказать вам о самых интересных событиях, которые произошли на этой неделе. В эфире программа «Калейдоскоп», так что настройтесь на восприятие позитивной информации. В августе этого года в Рязанской области состоится грандиозное культурное событие. В Шиловском районе пройдут международные Тарковские чтения. В их преддверии в Рязани стартовал проект «Движение к Тарковскому», в рамках которого наша съемочная группа побывала на показе фильма «Андрей Рублев». Идея проекта «Движение в сторону Тарковского» неслучайно возникла в нашем регионе. В Рязанскую область великий режиссер приезжал в течение 11 лет на свою творческую дачу в поселке Мясной Шиловского района. Дом Андрея Тарковского сохранился и по сей день практически в первозданном виде. В рамках конкурса «Океан солярий с острова памяти» творческого конкурса был организован такой кинопоказ фильмов Андрея Тарковского. И вот в Центре народного творчества, здесь в Рязани, мы уже показали фильм «Иваново детство», показали, обсудили его здесь с теми интересными творческими людьми, которые приходили. Сегодня мы показываем фильм «Андрей Рублев» и 30 мая покажем ностальгию. Предваряют международный культурный съезд кинопоказы в Центре народного творчества и первый областной открытый интернет-конкурс «Океан солярий с острова памяти», который стартовал 4 апреля, в день рождения Тарковского. Среди победителей Сергей Конников из Ряжска с документальным фильмом на тему Великой Отечественной войны. Наверное, как и многие скажут, это глубокая философия, ее нужно понимать, нужно, наверное, жить фильмами Тарковского, чтобы полностью проникнуться его творчеством, чтобы его понять до конца. Безусловно, это великий режиссер, великий режиссер своего времени, я думаю, всех времен, но хотелось бы узнать о нем больше. На международные Тарковские чтения приедут режиссеры, киноведы, сценаристы, операторы, студенты и преподаватели вузов, все, кому интересны творчество и личность классика мирового кинематографа. В рамках форума пройдут мастер-классы от Юрия Норштейна, Андрея Звягинцева, Криштофа Зануси, других известных режиссеров и деятелей кино. В среду, 14 мая, в Центре народного творчества любители философского кино посмотрели фильм Андрей Рублев. Повествование, разделенное на 8 новелл-эпизодов, рассказывает о жизни Руси 15 века, увиденной глазами странствующего монаха иконописца Андрея Рублева. Отдельные новеллы сюжетно мало связаны друг с другом, но между тем рисуют общую картину средневековой Руси, складывающуюся на подобие мозаики. Картина, несмотря на ее полузапрещенный статус, стала событием в кинематографическом мире. Впервые в советском кино был представлен эпический взгляд на духовную и религиозную сторону средневековой Руси. Тарковского много критиковали. Например, писатель Александр Солженицын осудил режиссера за упрощение духовной жизни рублевского времени. Горячие споры развернулись вокруг сцен с животными. Режиссер Юрий Мамин назвал сожжение коровы крайней жестокостью и сравнил Тарковского с Раскольниковым, который считал, что некоторым людям позволено перейти закон. А вот по мнению актера Николая Бурляева, жестокость режиссера по отношению к животным была оправданной. Она диктовалась художественными задачами, так как нужно показать жестокость, чтобы подвести зрителя к осознанию ее бессмысленности. Следующим фильмом, который увидят рязанцы, станет ностальгия. Чтобы обсудить его со зрителями, в Рязань приедет известный философ Сергей Соловьев. Но тем временем детская студия «Калибри» продолжает радовать нас своим творчеством. На очередной выставке, на которой дети представили свои новые работы, побывала наша съемочная группа. Собираясь в творческую мастерскую студии «Калибри», мы никогда не знаем, где окажемся. В райском саду, сказочной стране или же вообще за пределами нашей галактики. В этот раз ребята вместе со своим педагогом Ольгой Калинкиной предлагают совершить путешествие по одному из самых романтичных городов нашей планеты – Венеции. Тема эта была выбрана не случайно. С этого года ребята студии «Калибри» начали изучать новый предмет – страноведение. Мы, в общем, работаем согласованно. То есть, если на страноведении какая-то идет страна, там, город определенный, да, то мы его потом не только на страноведении они его изучают, там, быт, но мы еще его и в жилписи, и в графике как-то он перекликается, чтобы ребенок развивался не только на слуху, да, теоретически, но еще и практически смог применить эти знания на своей работе. Для воплощения этой волшебной темы была выбрана довольно необычная техника – калаш из ткани. Конечно, Венеция с ее чарующей атмосферой и тайн должна выглядеть ярко, поэтому и лоскутки ткани подбирались в соответствующие этой теме, и работы получились красочные и праздничные, как сам венецианский карнавал. О нем, как и об этом городе, большинство ребят знают только по рассказам педагогов, а те, в свою очередь, постарались как можно подробнее описать необычную атмосферу Венеции. Как я объясняла детям, что Венеция такая романтическая, и там связано с водой, с лодками, с маскарадом, что там такие, можно сказать, волшебные превращения, метаморфозы, что люди могут за масками скрывать все, что угодно, свое лицо. Это женщина, может быть, мужчина, королева, может быть, обычной крестьянкой. Конечно, главные герои работ – загадочные маски. Мужчины и женщины. Они танцуют, веселятся, влюбляются, в общем, живут своей обычной венецианской жизнью. Придумать и составить подобную композицию, особенно, чтобы герои были в движении, довольно сложно. Педагог, конечно, помогал ребятам, но основную работу они, как и положено настоящим художникам, делали сами. Я им обычно говорю, что я за вас придумывать не буду никогда. Я вам даю тему, и потом уже направляю вас, советую вам, даю советы просто. То есть я контролирую ваш творческий процесс. А придумать, конечно, должны они сами. А вот у Сони работа, как мозаика, сложилась сама собой. Я подбирала главные цвета. Я остановилась на розовом и фиолетовом. Потом я уже стала намечать все у меня. Это как будет, вырезать из бумаги лодки, фон, одежду. Потом уже стала все это делать из ткани, а лица оставила и немного их украсила. Оказалось, что многие авторы сами не знают, кого они изобразили. Просто маски. А вот Таисия решила главными героями сделать себя и свою подругу. И стали они не обычными венецианками, а феями. У себя дома я думал, ну, что я, как ты оделась. И мне пришла в голову, как я очень люблю природу, пришла в голову такая мысль. Я природа, ну, все природа, она все в воздух пришла, мне идея. Вот такая волшебная венецианская жизнь глазами детей. Ребята и их педагог надеются, что посетители выставки, окутанные атмосферой странствия, получат не только эстетическое наслаждение, но и загорятся идеи посетить этот волшебный город. В Дворце Детского Творчества подвели итоги конкурса «Святая Русь», о котором мы рассказывали вам в одной из наших программ. Но в преддверии очередного конкурсного года для ребят провел мастер-класс известный рязанский фотограф. Фотовыставка «Святая Русь» состоялась во Дворце Детского Творчества во второй раз. Школьники представили свое видение православных традиций, запечатлев их на фото. На этой неделе подвели итоги конкурса, наградив победителей, тех, кто смог уловить особенные моменты. В следующем году конкурс фотографий для детей сменит тематику. Он будет посвящен предметной съемке. Вот почему в преддверии летних каникул для юных фотографов-любителей, заинтересованных участием в конкурсе, мастер-класс провел известный рязанский фотограф, который специализируется на натюрмортах, Андрей Кузнецов. Мы все как бы ассоциируем натюрморт с классикой живописи голландцев, когда там выстраиваются сложные композиции из фруктов, дичи и так далее. А сейчас, куда бы мы ни ткнулись, каталоги или там, того же, какой-нибудь Арифлейма, или куда-нибудь на сайты заходим смотреть, какой-то выбирать товар, это все предметная съемка, это все съемка, это можно относить к разряду натюрморта. Андрей рассказал ребятам, в чем специфика предметной съемки и приоткрыл некоторые секреты своего мастерства. Как выстроить композицию, как наполнить, казалось бы, бездушную фотографию смыслом и привлечь внимание тех, кто ее впоследствии увидит. Летом у ребят будет достаточно времени, чтобы применить все советы Андрея и опробовать их на практике. Что получится у них, зрители смогут увидеть в холлах Творца детского творчества в следующем году. Весна, окончание учебного года, кто-то сдает экзамены, ну а ребята, занимающиеся творчеством, тоже своеобразным образом отчитываются и перед родителями, и перед педагогами. Мы оценили работу воспитанников клуба «Радуга» Дворца детского творчества, на отчетной выставке которых мы побывали. Разноцветные насекомые, боевые танки, быстроходные парусники и чего только не увидишь на отчетной выставке объединения «Радуга» Дворца детского творчества. Небольшие стеллажи с поделками привлекают внимание и маленьких, и взрослых посетителей Дворца. Для них это просто красивые экспонаты, а для ребят и их педагога это целый год кропотливой работы, которую теперь можно представить на суд зрителей. Каждый коллектив старается отчитаться, прежде всего, не столько перед начальством, сколько перед родителями, перед своими коллегами, показать, чем жил весь этот год, чем занимался. Естественно, такие выставки у нас проходят в течение всего мая, и еще не одна выставка здесь будет. Клуб «Радуга» уникален в своем роде. Во-первых, это одно из старейших объединений Дворца детского творчества. Его педагог Валентина Клинская уже более 30 лет обучает основам технического и прикладного творчества. Ну, а во-вторых, «Радуга» – объединение, ориентированное на мальчиков, а это сейчас большая редкость. Во многих семьях, как вы знаете, в связи с тем, что сейчас много разводов, папа не присутствует дома, и считается, что есть такой уклон определенный в женское воспитание. То есть не хватает мальчикам как раз с настоящей мужской руки, кто бы их научил заниматься чисто мужскими делами. Так вот, Валентина Николаевна, хотя она женщина, взяла на себя нелегкую миссию, и вот эти вот мелкие какие-то работы, выжигание, выпиливание, вырезание, всему этому она обучает. Мальчики владеют и молотками, и пилками, и стамесками, и все они умеют у нас делать. И у нас растут настоящие мужчины. Здесь ребята выпиливают из дерева и фанеры различные фигурки животных, сказочных персонажей, мастерят традиционные русские игрушки, делают модели техники. Конечно, как отмечает Валентина Николаевна, это всего лишь начальное моделирование, но и через него ребята узнают много полезной, особенно для мальчишек, информации. У нас самолеты не летают, не плавают. Ну, яхты, конечно, держатся на воде, но их надо дуть в парус, чтобы он поплыл. Вот. Ну, все равно знакомство детей вот с основными деталями корабля, да, правильно их называть. Ведь они, например, кусачки называют щипчики. Ну, это вообще какое-то женское такое название, поэтому даже как-то некоторое время бывает дико. Вот они молоток не умеют держать, ножовку называют пила, любую ножовку называют пила. Поэтому даже вот знакомство с инструментом, если он с шести лет даже научится бить правильно по молотку, и то уже интересно, ему и он помогает и дома, и помогает на огороде. Конечно, раньше, как отмечает Валентина Николаевна, у мальчишек было больше возможности обучаться мужским ремесла. Да и мужчину-преподавателя тогда тоже можно было встретить гораздо чаще. У нас были очень хорошие моделисты по кораблям. Ну, капитан первого рамка, представляете, вот когда он перед ребятами рассказывает и делает эти корабли, или, например, был настоящий дельтапланерист, да, и он рассказывает о самолетах, сам делал самолеты. Они участвовали у нас на выставках и в ДНХ, и все. И у нас 22 медали, между прочим, и у меня две медали, серебряные медали в ДНХ и в ВВЦ. И 22 ребенка моих тоже отмечены эти медали. Сегодня Валентина Клинская старается соединять техническое творчество и прикладное. Она учит ребят использовать максимум фантазии в своих работах. Кстати, в них мальчишки и девчонки применяют и бросовый материал. Из арбузных косточек, как из волшебной мозаики, возникает панно невероятной красоты. А в деталях танков и машин мы узнаем всем нам знакомые предметы. Обломки карандашей, батарейки и даже пузырьки из-под капель. Это ничуть не портит внешний вид модели. Скорее наоборот, придает им некий шарм. Родители точно будут довольны поделками своих детей. Но Валентина Николаевна будет продолжать учить их мужскому ремеслу. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на Московском шоссе 20. Телефон 8 920 99 3 2 99 КОНЕЦ